Константин, Московская «Динамо» 2002 года завершается выступлением в Германии. Какие впечатления остались от ваших матчей в Далине? Все матчи были на хорошем уровне. Сыграли два матча. Стабильность предназначена. Динамо проиграли. Может, не хватило нам всего в чем. Концовка проиграли. Но все-таки в немецкий клуб какое впечатление произвели? Дед – хорошая команда. Сыграли по второму времени. Принял участие. Пах повалил. На сегодня тоже хорошая команда была. Пытались контролировать мяч. У вас такая самобытная и интересная команда. Такой у вас коллектив, который может сыграть в разносторонний футбол. Вы сколько лет за эту команду играете? Я в команде уже 10 лет. Самое намногое. Я только пришел в Академию с 5 лет. Все понеслось. Но сейчас в команду вливаются новые игроки. Как вы ощущаете сейчас? Команда набирает ход? Команда набирает ход. Впереди чемпионаты России. Первый 100 в России. Набираем ход. Идем дальше. Вы уже обыгрывали. Вы говорили, что уже играли в принципе с PSG. Мы играли с PSG. Мы играли с PSG. С Ливой Кулем играли. И с Юлевсом. И с Дортманской Боруссией, по-моему. И с Боруссией играли, да. Все игры выиграли. Сейчас ничего страшного. А вот в чем разница российских клубов с этими клубами? Ну, они не так, как гравит мячник этой команды у нас в Москве. Все заубежные команды хорошо подгоняют мяч, бас, футбол. Как основные команды. Основная Боруссия, пули, пассажеры. И бегут тоже так же. Только удовольствие получал от этих игроков. Когда я вас первый раз спросил про вашу позицию на поле, вы сказали, что я свободный художник. А все-таки где вы себя ощущаете в середине поля более вольготно? Да, в поле под нападающим. Могу сыграть центрально нападающим. Моя позиция инсайд. Но все-таки ваша задача забить или организовать гол? Больше отвечаю за организацию в атаке. Проникающие передачи. Ну, когда-то голы забить. У вас так очень интересное нападение, можно сказать. Вот Галкин тоже забил несколько голов в Берлине. У вас к вам не одалось? Вы, по-моему, в Берлине пока не забивали. Да, травма, травма. Вы, наверное, экономили голы, кстати, на чемпионат России. Да, на чемпионат России. Сейчас он где-то в Кавказе всегда за выход, ну, в чемпионат России. Куб, который пройдет в Кримске опять в конце апреля. Ваша команда «Динамо» с 2002 года ставит сейчас очень высокие цели в этом сезоне. Да, очень высокие. Этот год очень важен для нас. У нас впереди дубль. Кто-то останется в команде, кого-то не возьмут в команду. Всем надо стараться. Впереди чемпионат мира по футболу в России. Вот очень такое значимое глобальное событие. Как мечтаете, насколько важно такое событие для развития футбола в России? Мне очень важно при России просто смотреть на все команды. И главное, не опозорить на нашу зимовую Россию на таком ходе в чемпионате мира. Вот какую звезду вам хотелось бы увидеть? Мне? Да, вот кого из зарубежных игроков? Криштиану Гурналу. Тогда придется ехать в Саранск. Что он там играет? В Саранск я не поеду. Он ко мне, наверное, приедет в Москву. А кого вы считаете фаворитом чемпионата мира? Я считаю, что Испания. А чем нравятся испанцы? Ну, я больше смотрю все время за Испанию. У меня любимый клуб Real Madrid. Они очень хорошо держат прячь. Они все две места играют, все спокойно. Ну, фавориты испанцы. А сборная Германии? Не по-какому. Сборная Германии? Все, ну, в университете, то команда распала, что все спорнички. Ну и другой университет там подсадает имущество. Так же думаете, что испанцы все-таки смогут? Я думаю, что испанцы. Ну, конечно, буду болеть на Россию. Жаль, что они будут как Порнин, но чем я надеялся. Тоже будет не так. А кто может его заменить? Как вы считаете? Живо. Смолов, конечно, будут играть. И за Болоком, наверное, тоже. Ну, вы думаете, что в России реально выйти из группы? Из группы, конечно, реально. Все, да. Все диплом только если побороться. Во втором весе должны выйти. Это уже однозначно. Второй весе. Ага. Нам надо выручить свою жизнь. Преодолжение следует. Продолжение следует...